В связи с выступлением Антона Витальевича, что никто не вправе выступать на заседании комиссии без разрешения председательствующего, а также не может комментировать высказывания выступающих и членов комиссии. И тот, кто нарушает регламент, может быть лишен слова председательствующим на заседании комиссии. — У нас какие-то предложения? Были предложения по данному постановлению? — Принять. — Ирина Геннадьевна, напомню вам, что от меня поступило первое предложение, а предложение принять поступило вторым. Значит, еще раз озвучивай свое предложение, которое почему-то вы не озвучиваете. В связи с тем, что отсутствует информация и вообще отсутствует приложение к тому документу, который предлагается принять, это отсутствует информация, их просто нет. То есть есть проект постановления, а приложение, которое является неотъемлемой частью постановления, отсутствует. Я для протокола говорю и для записи. Спасибо, не перебивайте, пожалуйста, меня. Благодарю. В связи с тем, что отсутствуют эти приложения, то есть неполные сведения, И совершенно неопределенностью о том, что же предлагается принять, какие именно цифры, какие именно расчеты, я предлагаю не принимать данное постановление, отложить данный вопрос для доработки. Какая разница в связи с коэффициентом, который у нас в Верхнекарском, даем им присутствовать, и о том, что сегодня 9 миллионов 470 тысяч рублей на проведение этих двух избирательных компаний, я предлагаю считать информацию полной и проголосовать за гостями. Да, да, не принимать, перенести. Кто за то, чтобы принять это постановление за основу? Прошу, подожди, подождите, мне нужно проконсультироваться сейчас. Нужно. Первое предложение не принимать, второе принять. Значит, в порядке поступления. Хорошо. Так, пожалуйста, все согласны с этим? Ставлю вопрос на голосование. Сначала вопрос, предложение вернее давать, не принимать. Голосуем. Кто за данное предложение, прошу, проголосовать. Кто за данное предложение, прошу, проголосовать. Против. Выдержавшихся. И предложение вернее. Пожалуйста, голосуем. Кто за то, чтобы принять данное постановление, прошу, проголосовать. кто за, против, воздержавшись. Два. Два. В большинстве голосов постановление принято. Надеюсь, у нас все эти предложения есть, а здесь они есть. В прокуратуре будет очень интересно. Так. Следующий вопрос. Как утверждение порядка приема и учета анализа обработки и хранения избирательных комиссий и выборных инвестиционных материалов? Пожалуйста, Александр Ильич. Уважаемые господицы, на ваше рассмотрение вынуждено проект постановления, который выпускает порядок в доме учета обработки и хранения инвестиционных материалов. То есть в данном порядке он предусмотрен, там, где наложенные лица, которые принимают избирательные комиссии и инвестиционные материалы, что они проверяют, порядок действий, что они используют в инвестиционных материалах. Кроме того, здесь вот в данном порядке новая появилась вещь в связи с тем, что у нас с прошлого года в обязательном порядке используются задачи агитации, поэтому мы прописываем порядок действий для введения задачи агитации, как на уровне избирательной комиссии области, так и на уровне окружной комиссии. Ну и также прописываются учеты и хранения представленных инвестиционных материалов. То есть какой срок, кому обрабатываются, кому передаются. Ну и, кроме того, также предусмотрена возможность проверки контрольной ревизионной службы, финансирования инвестиционных реализационных материалов. Продолжение следует. Следующий вопрос о примерном календарном плане мероприятий по подвернулке.